Все любят тайны, а трудно представить себе что-нибудь более таинственное и загадочное, чем масоны и их масонские организации. К тому же практически все литературные герои начала 19 века были масонами или их в этом подозревали. Например, Чацкий на балу у Фамусова спрашивает, что к фармасонам в клоп, попал он в посурманы, обвиняя его в том, что он, наверное, франк-масон. Также и Онегина соседи тоже считали масоном. Он франк-масон, он пьет одно стаканом красное вино. Но авторы никогда не говорили прямым текстом «Да, Онегин масон» или «Да, Чацкий масон», потому что существует тайна организации. И тайна эта хранится как минимум 50 лет. А вот Толстой, который писал свой роман уже в конце 19 века, но о событиях начала, уже мог заявить прямым текстом, что Пьер Безухов был масоном. А был ли масоном Андрей Балконский? Только не спрашивайте меня, какое я имею отношение к масонским организациям. Конечно, никакого. Ведь женщин в 19 веке, например, вообще не принимали в масонские организации, а в 20 только в виде исключений. Масоны узнавали друг друга по каким-то своим тайным опознавательным знаком. Пушкин, как все знают, носил длинный ноготь и прятал в его специальном футлярчике. А я, если бы вдруг случайно стала масоном, то носила бы трость. Вот с таким набалдашником. После абсолютного краха женитьбы на Элен, Пьер оказался на перепуте. Он не знает, как и чем жить дальше, никто не может ему подсказать. И вот в этот момент он и встречает масона Баздеева, который и смог его заинтересовать идеями масонства. Идея-то, кстати, очень красивая. Первая – это сохранение тайны организации. А кто ж не любит тайны? Вторая идея – это самосовершенствование. Человек должен становиться лучше с каждым днём. Для чего? Третья идея – чтобы сделать мир лучше. И вот движимый такими прекрасными, высокими идеями, Пьер и решает вступить в масоны. Но самому это сделать нельзя. Это можно сделать только по рекомендации. А рекомендуют людей, которые достигли определенного социального статуса и имущественного положения. Поэтому масонские ложи состояли из людей богатых и влиятельных. Список этих людей поражает. Это и многие российские монархи. Самый ревностный масон – это Павел I, Александр I. Начиналось всё, естественно, с Петра I. Масонами были и Суворов, и Кутузов, и композиторы Моцарт, Бетховен, Вагнер, Гайден, и писатели Артур Конан Дойль, Редьер Киплинг, Гёте, Гейн, Пушкин. Масоном был даже мой любимый джазовый исполнитель Луи Амстронг и многие президенты Соединенных Штатов. После вступления в масонство Пьер разворачивает очень бурную деятельность, едет в своё киевское имение, пытается там всё наладить, строит новые школы, меняет устройство своих имений. Не всё, правда, у него получается, но когда он встречается с князем Андреем, он взахлёб, рассказывает ему о масонстве. И князь Андрей его очень внимательно слушает, потому что князь уже потерял жену, потому что он уже вернулся после Аустерлиция и тоже находится в состоянии полной растерянности и тоже не знает, как дальше жить. И вот здесь Пьер ему протягивает руку и говорит, что можно жить не только для себя, можно жить для других. И дальше остаётся вопросом, вступает ли князь Андрей в масонскую ложу. В отличие от истории с Пьером, Толстой это не говорит прямым текстом, но много есть недосказанного. Организация-то всё-таки тайная, Андрей нигде не проговорился. После свидания с Пьером князь Андрей тоже начинает бурную общественную деятельность, и те предприятия, которые у Пьера не дали никакого результата, он доводит таки до конца. Так стал ли он масоном? Здесь нам Палстой подсказывает одной интересной сценой на балу. В середине шутливого разговора, взяв под руку Пьера, князь Андрей отводит его в сторону и говорит, мне надо поговорить с тобой, мы знаем, что о пустяках они не говорят, только о вещах очень важны. Ты знаешь наши женские перчатки? Он говорил о тех масонских перчатках, которые давались вновь избранному брату для вручения любимой женщине. Вот эти наши женские перчатки и выдают то, что князь Андрей всё-таки, видимо, вступил в масонскую ложу. Я после поговорю с тобой, и он подошёл к Наташе, сел подле неё и долго о чём-то с ней разговаривал. Наверное, о перчатках. Почему же мы оказались на территории Новой Голландии? Это сейчас место яркое, шумное, креативное пространство, а в начале 19 века оно выглядело совершенно по-другому. Запущенное, таинственное, тёмное, мистическое, самое подходящее место для тайных организаций. Поэтому легенда и приписывала, что именно здесь собирались тайные масонские ложи. Может быть, во главе с Пьером Безуховым и принимал участие в них князь Андрей? Конечно, если он вступил в ложу. Пьер невольно стал во главе петербургского масонства. Здесь очень важно слово невольно, потому что сам Пьер к этому не стремился, но искренне был увлечён масонскими идеями. И это было видно. Где же жил глава петербургских масонов? Лев Толстой не называет нам точный адрес, но по описанию подходит один единственный дом на набережной Мойки, бывший дворец графа Алексея Кирилловича Разумовского, а ныне главный корпус Педагогического университета имени Герцена. А в начале 19 века Алексей Разумовский, видный масон, последователь масона Осипа Баздеева. Надеюсь, вы узнали фамилию того масона Баздеева, который пригласил Пьера в ложу. Но спустя немного времени Пьер разочаровывается в масонстве. Такая судьба постигла и многих других молодых людей в начале 19 века, как, например, Пушкина. Александр I в 1822 году запретил масонские ложи, чувствуя, что они уже становятся опасны. Они действительно и переродятся в тайные организации декабристов. Поэтому Толстой это не говорит прямым текстом, но мы понимаем, что из масонов Пьер уходит в декабристы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...